Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1040. События дня. Откровение 22.12. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Свидетельствующий Се, говорит ей, «Гряду скоро! Аминь! Ей, гряди, Господи Иисусе!» Откровение 3.11. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». «Наше объявление». Может затормозить, просчитать. Я вчера как раз поговорил с Галей, сказал, говорю, «Ну, бывает так, нужно, если хранить там где-то на карте или где-то деньги, чтобы к этому фонду не приступать. Допустим, тебе деньги нужны или кому-то. Ну, ладно, я возьму отсюда. Этим-то еще пока покупать нечего. Они обеспечены очень хорошо. Хорошо просто. Мы потом вложим обратно. Я говорю, не прикасать. Нет, 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 нет. Что вы, что вы? Заверила меня. Стоит один человек и говорит, «А я не согласен с вами». Я говорю, «А в чем? Ну, вот что там, деньги собирать. А почему?» «А вы посмотрите, как они с деньгами обращаются. Какими деньгами, я не знаю, ничего. Вообще не так-то. А вы даете им деньги? Я говорю, я не даю ни рубля. Ну, были ребятишки там работали, я поощрил, к этому дал. Как они обращаются? Ну, вот так, пока они не будут взрослые, не будут нужды там покупать. При том, покупать, что это совещание будет? Советоваться? Да еще все общие не скажем. Вы там помогали? Да нет. Ну, о чем заботиться? Да вот это так, но неправда. Ну, я тогда не знаю. Ну, вот видишь, не знаешь. Ну, и хорошо, что не знаешь. Юрий Соболев. С воскресным днем, Игнатий Тихонович. Беседа по скайпу с Дмитрием. Я напишу даже фамилии, потому что нападают эти, ну, скопища злодеев. Лютой ненависти, ненавият меня. И нападают на них оторвать, чтобы их не ходили, а они на меня начинают там говорить. И при том, их уже всех выявили. Некоторые дают им отпор, а другие не знают. И говорят, о, я не знаю, это я думала, я верила. И все. А дальше они их бросают, они никому не нужны, эти люди. Все. Вышвырнули. Я могу назвать, кто слушал их, которые есть. А куда они? А никуда. Никуда просто разложили. Зачем же слушал? Черный список занес его, и все. И они, которые нападают-то. А вот на Соболева сунулись, а теперь я открыто говорю. А он им отпор дал такой, что они два года не могут опомниться. Уже проходит третий год с ответом, и нигде не суются. Ну, сунулись на Галину влезть. Кота тоже знает, как ответить. Все. Руки по швам. Я знаю, на кого они тут нападали. Про меня, именно про меня. А я их слышал. Это юридики. Все до одного юридики. А там кто-то православным называется. А те хоть еще что-то где-то. А это ничего нету. Нету. С Дмитрием о разном вопросе с 13-го было. Согласен с вашими словами о современных старообрядцах. Все, увы, именно так. Что интересно, мысль именно об этой теме пришла сегодня на молитве в храме. Спаси Христос. Это Юрий Соболев. Это преподаватель Красноярского государственного университета, государственной академии. И ведет курсы в митрополии с людьми. Тут один пишет. Даже фамилии, имя не могу поставить. Сразу искать начинают его и заваливают мерзостью. Гоняются. Это Амалик делал это. Когда Израиль переходил, а Амалик видел. Там женщина с ребенком где-то осталась чуть-чуть. Но люди-то идут, не оглядываются. Они стрелой убивали матери ребенка. Добивали. Ну, который человек там был-то? Все. И о них Господь вынес приговор. Никогда и нигде их не запускать к себе. Пишет. Игнат Тихонович, мир вам. Так уж вышло, что из людей, которые могут мне помочь, только вы. Ну, не я же ему эти слова вложил. Я хочу помочь матери найти работу в Италии. Она работает каждый день. А мне стыдно, что я без работы и очень тоскливо. Жду звонка от человека. Он узнает мне за работу. Очень хорошо будет, если молитва о помощи мне в этом деле дойдет до Господа. Слава Иисусу Христу. Аминь. Ну, и помолитесь за него, за этого человека. Имя его не обязательно вам знать. Я отвечаю. Да благословить тебя, Рустик. О, его имя выскочило. Спаситель мира Иисус Христос. Тут еще один. Даже букву убрал совсем. Добрый день, уважаемый Игнатий Лапкин. Хочу поблагодарить вас за ваши проповеди. Дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни. Не так давно, уже почти год, как я всерьез стала задумываться о Боге и пытаюсь прийти к Нему. И у меня, естественно, возникает много вопросов. Чувствую, что мне самостоятельно не преодолеть некоторых непониманий из Писания и о вещах, связанных с духовной христианской жизнью. Поэтому мне нужна помощь и поддержка со стороны людей, просвещенных в этой сфере. Помощь нужна. А эти-то, я просто скопище злодеев. А я не думаю, помощь нужно, главное-то оторвать, чтобы со мной не зналось, отошла, а дальше, а дальше никого и нет. У них-то ничего нет, они не в церкви. Так, это я называю шатохи. Это непривязанные собаки по городу бродят. Уже почти год, как просматриваю различные видеоролики с проповедями, и ваши в том числе. Считаю Евангелие и Духовные книги, но, опять же, иногда возникают вопросы. Я буду очень рад, если мне удастся с вами пообщаться. Если возможно, получите от вас ответы на мои вопросы с уважением. Уж по одной букве стал ставить, и они не могут их найти. По одной букве не найти. А иногда просто вопросы ставлю. Все, это нормально? В мирное время. Господь перешибет им, всем хребет. Это я знаю, потому что это Амалика, вы дети. Господь говорит, и в десятом поколении сообщество Израиля не воздет, Амалик не войдет. Ну, вот и все. Зарядите в поисковик Амалик, все про Амалика просчитайте. Ну, я ей ответил, когда можно по скайпу зайти, в какое время, с 4 до 4 по Москве. Игнатий Тихонович, мир вам, да благословит вас Господь Бог. Аллилуйя, аминь. Еще раз смотрел ролик, как вы на благовестии по России, где вы общаетесь с батюшкой, где наши братья Сергей Пупков, Володя Паченко, Игорь Третьяков и водитель Николай Кручина, если не ошибаюсь, слезы ручьем, сердце сжимается от вашего голоса. Спаси Христос за учение к Слову Божьему. Всем низкий поклон. Спаси Христос за ролик. В поиске Аллаха я нашел Иисуса и разослал по отцам и своим, и знакомым этот ролик. По ролику могу сказать, что нашел истину. Уверовал во Христа Господа нашего, где описывает свое обращение, как и у вас, что встал и уже другой, не тот, что прежде. Но если он не у католиков или в православии, в Церкви Божьей-то, ведь он должен прийти и стать Церковью Божьей, то мне в Церкви-то нет спасения. Раньше я видел ролики, где люди потерпели летальный исход, такие как Сайфидин, Ахмедов, где говорит, что Бог прольет свой православный дождь на Россию, Белоруссию и Украину, и потом по всему миру. Где Татьяна Белоуз говорит, что Бог сказал, тело твое не даст тления, как я приду за Церковью своей уже. Ну, это я не знаю, там, это Белоуз, все это я не слышал. Ну, еще вчера, воскресенье, воскресный день, утром богослужения, собрание, это с детьми занятия. С детьми я снял, мы берем два аппарата, а в это время проповедь, не проповедь, а читает Иоанна Златоуста. Это Володя записывал, и в субботу и воскресенье четыре проповеди Златоуста. Ну, а потом собрание, все вопросы, болящих, а в конце меня подставят, чтобы подвел итог. Тут в трагедии в Керчи, много говорили, чувствовали, даже молились, я молюсь об этом. А потом тут поют песни, обедают в трапезной, это и занятия. Ну, на занятиях тоже много, о чем говорится, чтобы привязка была к теме по Евангелию, там, от Матфея идут уже. А потом кто куда, бывает иногда на благовестия идут, люди остаются. Оказывается, у Василия печка не топится, Василия Николаевича Черепанова. И вот сегодня мы должны, это понедельник я читаю, за вчерашний день, договорились, вон он ночует у Сергея Пупкова, утром ехать туда, печь ему там. А печь летняя, я видел, духовка вверху, неизвестно где дымоходы, не топится. Ну, договорились, как я, чтобы открыть, где эти дымоходы, проломить печку, с собой взять кирпичи, чтобы заделать, песок, надо где-то глину, воды горящей с собой взять. Увести, окутать одеялом, уже все-все-все договорились, для прочистки крыши. А Василий, чтобы сразу за топор, и лучи нащипал, и сразу затопить. У Сергея занятия, дрессировавших собак, кинолог, там, к часу дня должен быть здесь. Ну, договорились сегодня, вот полвосьмого, мы должны уже позавтракать, все и ждать. Ну, вот так. Вот я сейчас считаю, уже без малого шесть часов, почти шесть. Ну, мы помолились, все, сейчас я заканчиваю. Вот, это ехать надо. И сразу помолились и об этом деле. Ну, вот так. Теперь посмотреть наши ресурсы. Вот. Мой мир, вот он какой. Есть такой, у меня вторая страница, я с голубем, то не надо смотреть. Ой, что-то почта должна быть. Посмотреть, почта есть или нет. Почты нету, и возвратиться обратно. Лучше этой системы, никакие там контакты. Вот она звонит. Слава Иисусу Христу! Старшая сестра, по моей просьбе, всегда в шесть часов звонит. Вот, я иногда один бываю, чтобы не проспал. Ну, и попутно по голосу узнать, здоров, не здоров. Ну, и показать наш православный форум. Игнатия Лапкина. Зарядите. Тысячу шестьсот тем. Вот, с правой стороны, вот здесь вот, под бордовой этой чертой, вот я шевелю курсор. Общий поиск. Не поиск по темам, а общий поиск. И слово там одно «заряди», и оно покажет, где это слово встречается. А тебе надо выйти на новую страницу, на первую. Вот она, тут написано «новое сообщение». И дальше по порядку идет. Очень-очень богатый. Ну и, конечно, православный видеоканал «Открытым оком». Большой канал, очень большой. Суперканал можно назвать. Двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят роликов. Ну что, двадцать шесть тысяч подписчиков, двадцать пять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч просмотров. Ну, вот такое дело. Сегодня вот я поставил девять роликов. Ну, вот помаленьку, вот, по сто, больше ста пятидесяти нету посещения. Ровно как-то сегодня идет. А то так, «Златоус». Да «Златоус» сегодня даже двадцать шесть посмотрели. Вообще это, и на «Пропой» тридцать шесть. Что-то, не знаю, вот так. А то обычно «Златоус» три. А то где-нибудь там что-то с «Собакой», Сергей, триста пятьдесят. И «Златоуста» проповедь. Ну, что сравнивать-то? Ну, и последнее, это наш богатейший ресурс, платформа, назовем. Православный библейский сайт во свете Библии. Богатство неизмеримое. Вот, к истинному православию книга, пример сказать. Что-то задает вопрос. А вот о покаянии, о церкви. Вот только ткни в него. Вот я ткнул сейчас. И она показывает вторую страницу к истинному православию. И вот по страницам содержания. Слово Божие, Священное Писание, о Библии все. Двенадцать страниц. О молитве, о покаянии, о церковной дисциплине, к истинному крещению, об исповеди, о священстве, о церкви, о посте, о милостыне. Спаси Господи от лжи, от обедения, от пьянства, от забот житейских. Отцы и дети. То есть отношение какое есть. О слове, то есть на каком языке. О сне, о благочевестие, о семье, о брадобритее, о табакокурении. И так бодрствуйте. Подделок много. Божий храм торговли несовместим. А я вам говорю, любите врагов ваших. Гордость папства. Человек-убийство и ложь Ватикана. Фатимская весть. Трагедия или надежда. Ну и дальше то. Это вот все в этой нашей книге к истинному православию. Сорок лет собирал на нее материал. Есть книги разные. Вот проповеди. И проповеди. Вот даже вот проповеди. 1136 проповедей. Но это малая часть того, что сохранилось. В Потеряевке для чтения. Список проповедей по алфавиту. Вот я откну сейчас, смотри. Вот по алфавиту. Какой том, какая страница. 1136. Название проповедей, произнесенных в храмах за богослужением. Том и страница. Название в алфавитном порядке. Название. А сначала было не. Не было так. А воочий. Ну и все-все-все. Все здесь. Вот. 1136 строчек. Вот возвращаясь назад. Но мало того. Теперь список проповедей по местам писания. Вот, допустим, в календаре написано, что читать на каждый день. Православных. Ну, а бывает, кто-то захочет проповедь сказать. И вот я откнул теперь. А вот теперь и пошло. Указательно. На 136 проповедей в книгах открыты боком. Вот. Тома 7-го 30. Место писания. Глава и стих. Затем том и страница. Место писания. Вот. Матфея 1. С 1 по 12 стих. И 12 том 19. Том 19. Страница 597. На следующий до 25 стих. А вот на Матфея. Видишь, как удобно. Посмотри. Сколько мест писать. Сколько цифр. Каждую цифру надо найти было в книгах. Какой труд положил Господь нам от Марка. Вот. От Луки. Вот. На какие месты писания. Любой может найти, какую проповедь говорить. На Иоанна. Потому что там в календаре-то указаны места писания. И, пожалуйста, найдешь, можешь прочитать. Деяния. Иакова. 1 Петра. И так все. Вот я прокручиваю на все места писания. Вот. Вот сколько проповедей. Вот цифры. И проповедей по Ветхому Завету на различные праздники и события. Вот. Воздвижение Креста Христова. Там название. Вот. Убийство царя. Вот. Возвращаюсь снова сюда. Мало того, тут еще 123 занятия в Потеряевке для чтения. И вот. Какой том и какая страница. Ангелы на Рождество. Берегись. Беспечность. Благодарность. Бог века сего. Богослужение. Брак. Вознесение. Вот это. По темам. Где как. Слухи. По темам. Допустим. А телефон провели. Телефон. Третий том. 729 страница. Каждый том. 752 страницы. Троица. Труд. Туалет. Тщеславие. Дальше успение. В алфаэтном порядке. Ну. Очень легко искать. Это в освете Библии. И 4124 ответа по темам. 55 тем. Это все взято из книг. И спрашивали. Где. В какой книге найти. Что. Я говорю. После смерти кто-то сделает. И столько вопросов было. Не найдешь. Ну. Ну. Огромно. 38 книг только вышло. В бумажном варианте. Да еще 7. В интернетной версии. И пришлось самому заново. Перелистать. Перелопатить. Все книги. И выбрать. У меня. Не хватает рабочего стола. По частям. Вот. Библия. Ну. Еще только у нас тут нет. Вот. Допустим. Сейчас везде. Встречаются. Гравюры. Гестава Доре. Раскрашенные. Гравюры. Вот. Новый Завет. 76 гравюр. Вот. Ветхий Завет. Насчитана Библия Лапкиным. А гравюры. Доре. Ветхий Завет. Вот. С 39. С 1 по 38. Вот так. Вот я ткну сейчас. Увидеть. Вот они гравюры. Видите. Все здесь. А теперь если ее ткнуть. Фотографию. Вот она какая делается. Это все раскрасит. Надо было. Ну. Немного гравюр. Это 230. Самая полная. У него. Видите. Какое пространственное. Ну. Жизненное. И где бы там что ни было. Вот. Допустим. Новое беру. Пожалуйста. И все это подписанное. Дальше будет в книгах. Это в трехтомник. Наш Новый Завет. Все они вошли. Вот я просто ткнул. Показать как. Как это все было. Ну. Вот так. Вернуться надо назад. Показать. Ну вот. И на сегодняшний день. У нас все. Благослови Господи. Благослови Господи.